В неделю один раз верю. Лекарства постоянно принимаю. Диабет у Леузы Рауфовны диагностировали 20 лет назад. Все эти годы она получала бесплатные лекарства. По ее словам, в разное время бывало, что с поставкой препаратов случались кратковременные перебои. Но так как сейчас впервые. В марте Леузе Рауфовне худо-бедно выдали одну упаковку, а в апреле женщине пришлось использовать весь свой небольшой запас. Ведь препараты в аптеке ей не выдали совсем. Мне вот на мере принимать надо метформин и диабетон или гладья. Два разных лекарства я принимаю в день. Вот ни одного нету. Прихожу в аптеку, они говорят, нет лекарства, поступлений нету. Ходить очень трудно. Раз три ходишь, четыре ходишь в аптеку всегда. Пока ждешь поступления. Жизни на необходимых препаратов у Леузы Рауфовны осталось всего на неделю. Что делать дальше, пока не знают. Покупать на свою небольшую пенсию накладно. У женщины помимо диабета еще два серьезных заболевания, лечение которых ей обходится в 4000 рублей ежемесячно. В аптеке номер два на футчиков, которую федеральная льготница, ходит практически как на работу. Приезду нашей съемочной группы были явно не рады. Есть перебои, есть, есть. А вот сейчас пришла, не знаю, даст ли, нет. Султанья Флёрова тоже пришла в эту аптеку за лекарствами от диабета. Однако уверенности в том, что получит все, что ей нужно, нет. У меня три коробки вот осталось. Последний отдалек. В пресс-службе Министерства здравоохранения нам заявили, проблем с поставками бесплатных препаратов для льготников по федеральной программе в Казани нет. По всей видимости, такая ситуация возникла в отдельно взятой аптеке. Так или иначе, но в ведомстве нам пообещали, что в ситуации тщательно разберутся. Светлана Белова, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир.